здравствуйте меня зовут андрей шевелев и это мой видеоотзыв о прохождении курса веб-разработки в академии верстки артема исламова не помню как случилось но я увидел презентацию этого видеокурса и артем исламов конечно очень заразительно он излучает уверенность понимание о том что нужно делать как нужно делать и вместе с ним хочется учиться дойти до конца все выучить и узнать в общем артем вдохновляет поэтому посмотрев этот эту презентацию немножко посмотрев группу академии верстки вконтакте я расстался с 20 с лишним тысяч и через пару дней приступил к изучению курса веб-разработки вот после оплаты ты попадешь на сайт веб-академии сайт немножечко разочаровал во первых он довольно простой и что еще более важно но многие вещи несмотря на 10 лет существования академии до сих пор не сделаны нормально например в правом столбике вот эти вот элементы выглядят как иконки но активно для нажатия только подписи при этом многие разделы сайта ну просто не работают у академии постоянно запускается множество курсов интенсивы выходят какие-то видео уроки или онлайн и множество всяких интересных вещей но в календаре в календаре совершенно пусто зачем он тогда здесь нужен почему занимается только место ну ладно неважно вот здесь есть еще не база знаний несколько полезных статей ну их всего 7 они хорошие но их очень мало ну что ж ладно перейдем к следующему куратора кураторы это одно в одной из вообще колонн академии это то что помогло мне пройти этот курс и в общем это замечательная вообще замечательная идея и хорошая реализация значит после оплаты мы попадаем на страничку с кураторами так попробуем отсюда ага вот наконец попали на страничку и нам предстоит выбрать куратора с которым мы проведем вот эти полтора месяца на этом курсе кураторов было немного причем как видите ко многим из них у многих из них все места заняты в общем выбрать было довольно сложно но в этом курсе на пятнадцатом потоке часто почти 170 человек из них но больше полутора сотен это с тарифом полный фарш то есть с куратором вот куратора добавляли их нет постоянно сайте но вот здесь вот их мы не представлен только семь человек в общем безусловно куратор очень полезен очень важен очень нужен как выбрать сложновато смотрите на каждом кураторе можно посмотреть подробнее вот здесь есть видео приветствия видео отзыв работы этого куратора или вот данном случае учеников полезно посмотреть странички вконтакте этого человека и ну как-то складывается впечатление о нем советую выбрать куратора ну и чьи работы вы чью деятельность вы можете увидеть вот на страничках или или здесь на сайте или вконтакте здесь академии вёрстки в общем тут у меня нет конечно стопроцентного сценария о том как тут действовать но в общем разберетесь затем мы попадаем на страничку точнее на сайт системы учебной системы академии здесь вот список курсов которые от академии вёрстки которые у меня есть но кроме курса веб-разработчик здесь есть jquery killer и еще несколько курсов которые пакетом мне предоставили после того как я вот заплатил за сам курс их я не смотрел и в общем-то это не то что мы сегодня рассматриваем переходим в курс веб-разработчик тариф полный фарш это то что я купил вот это главная страничка курса значит в левой части это список уроков которые нужно день за днем проходить иногда бывает по уроков день на выходных может вообще не быть уроков вот слева можно видеть табличку успеваемости справа точнее как на курсе что набрал каждый урок представляет собой какой какой-то видеозапись которую нужно посмотреть и изучить это самая начальная настройка предварительно стройка программ здесь есть полезные ссылочки которые на которой конечно не всегда остается время их почитать но они всегда полезны и хороши и непосредственно описание задания ниже идут комментарии с там скриншоты либо ссылки на выполнение мной этого задания в общем в принципе здесь все удобно ну каких-то вопросов или сложности с этим не возникает опять значит видео уроки вот здесь есть даже как бы такая раскадровочка декодирования чем идет каждому довольно полезно жаль что не ко всем урокам такое есть дополнительные ссылки это опять же очень интересные полезные дополнительное видео в них рассказывается подробнее какой-то вопрос рассматривается либо дополнительное задание на каждый урок может быть как обязательное задание так дополнительное выполнение дополнительного не обязательно но приносит дополнительные баллы баллы позволяет вам потом выбрать выпускную работу. То есть, если у вас минимальное количество баллов вам дается, у вас нет выбора, только самая простая выпускная работа, а чем больше баллов, тем больше возможностей по выбору. Ну и, в принципе, конечно же, хочется набрать побольше баллов. В результате этого курса мною вслед за Артемом и уроками других людей, кураторов Академии был сделан вот такой сайт. Добрый картон, как кто-то шутил, он, может быть, не такой добрый. Вот. Сайт, ну, сайт как сайт. Такой одностраничник с кучей разных всяких технологий мы здесь применяли. В общем, в принципе, это все было интересно. В общем, сколько? Три? Три недели, хотя у меня, наверное, заняло это побольше. То времени, что я занимался версткой этого сайта, в общем, точно прошли не зря. А тут было изучено куча технологий. В общем, конечно же, я доволен тем, как все получилось. Сайт отличный. Сайт очень интересный. Но, кроме непосредственного результата в виде этого сайта или дипломной работы, на которую я, к сожалению, не успел, баллов набрал достаточно, но вовремя закончить все вот уроки, которые нужно было закончить до дипломной работы, вот у меня не получилось. И, к сожалению, диплом я не написал. Вот. Но... Одна вообще из самых важных вещей, мне кажется, главных удач Артема, это создание вот такой комьюнити в Академии Вёрстке. И тут важнейшим инструментом здесь служил чат Дискорда. Ну, Дискорд... Отличное вообще приложение, отличный чат с очень широкими возможностями. Вот. Я лишь покажу немножко... Значит, чат веб-разработки того потока, на котором я учился. Значит, канал «Добро пожаловать!» Здесь как раз-таки написано, вот, какие каналы есть, какие чаты, что можно и как этим всем пользоваться. Роли на сервере. В общем, это, безусловно, очень полезно, очень хорошо расписано. Кодекс поведения. Понятно, что делать и что не делать, как-то работать. Факт по дипломам. Очень полезная штука. В общем, не раз это все читал, но, к сожалению, воспользоваться не успел. Ну, ладно. Факт по курсу. Тоже отлично все расписано. Много всяких вопросов, объяснений. Никаких проблем с этим нет. Все здорово. Ссылки, ссылки. Это такой канал. Кстати, тут наполнение уже удалили почему-то, но здесь было больше. Сюда информацию размещали не только кураторы курса, кураторы академии, но и вообще студенты. То есть, какие-то полезные ссылки на какие-то статьи, инструменты, какие-то объяснения. В общем, очень полезный канал. Ну и общий. Это канал, ну, вообще о всех текущих вопросах, которые возникали по ходу дела. Объявления о проведении каких-то онлайнов, там какие-то такие вопросы, которые у многих возникали вот здесь. В общем, тоже полезный. Дальше идут текстовые каналы. Это каналы для студентов, помощь, где можешь задать какие-то вопросы, общение, знакомство, где стоило вообще представить себя и, ну, рассказать о том, как и что-то, чего ты хочешь. Партнерство, где можно попробовать написать о себе, чего ты ищешь. Ну, в основном, конечно, здесь люди говорили о том, что они хотят найти какую-то команду, найти работу, проект. В общем, тоже может быть интересно. Так, полезные ссылки. Ага, кстати, ссылки, да, канал ссылки, я был не прав, это только ссылки на все ресурсы Академии, а вот полезные ссылки, это как раз-таки наполняемый пользователями, ну, контент, со ссылкой на какие-то полезные вещи. Очень классная штука. Стримы от кураторов. Ссылки на какие-то стримы и видео, которые проводили кураторы. Сейчас здесь, конечно, только два сообщения, мне кажется, за вот время курса больше проходило стримов. Ну, может быть, там, 4 или 5. Каждую неделю, как минимум, было ли. Так, ну, в общем, не важно. Вопросы как трансляции. Это, сюда можно было написать вопросы к еженедельной трансляции, которую вел Артем Исланов, и он отвечал на многие из этих вопросов. Ну, и предложения по курсам, можно было ставить какие-то отзывы. Вот. Дальше еще несколько... А, ну, вот голосовые каналы, где можно было голосом пообщаться, если вдруг это захочется. И чаты непосредственно вот нашей группы, группы нашего куратора Александра Козырева. У нас было сколько? 4 человека, да, наверное, в группе. И чат более крупной команды, в которой было объединено группы 4 или 5 кураторов. Ну, немножко больше людей сейчас стало, тоже можно описать. В общем, вот это очень полезная вещь. Да, и после окончания курсов я получил приглашение наступить в постоянный чат сообщества Академии Верски. Здесь, ну, примерно похожие же каналы, чаты. И здесь очень много подписывают и пишут из бывших студентов, кураторов Академии. В общем, все это очень полезно. Вот. В общем, заканчивая группой Академии ВКонтакте, тоже очень рекомендую подписаться. Здесь действительно много полезных материалов. ссылки на вот анонсы всяких тренингов и каких-то вебинаров, которые проводит Академия. Какие-то полезные ресурсы. В общем, группа полезная. Безусловно, я всем рекомендую интересующимся веб-разработкой. Если вы видите тему от Академии Верски, которая вам интересна, рекомендую очень внимательно с этим ознакомиться. Артем сделал классную фабрику по изготовлению вот таких профессионалов, что ли, ну, начинающих профессионалов с этими знаниями. Вот. За что им большое спасибо. Спасибо всем аккураторам, аккураторам и участникам. Так что увидимся.